Христос воскресенье из мирных, Смертью, смерть Бог прав, Исущим в гробе живет Бог на руках. Христос воскресенье из мирных, Смертью, смерть Бог прав, Исущим в гробе живет Бог на руках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иоанн свидетельствует о нем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Света от света, Бога истинна, от Бога истинна. Рождена, несотворена, единосущна, Цуим же вся быша. Нас ради, человеки нашего, ради Синия, шевшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы его человечеса. Распятого же заны, понтистим Пилате, и страдавшая и погребена, и воскресшего третий день по Писаниям. И вошедшего на небеса, седящего десную Отца. И паки грядущего славою судите, живым и мертвым Его же царствию не будет конца. Света от света, Бога истинна, от Бога истинна. Боже, всесильный Господь вседержителю и жеробом Твоим Моисеем, во исходе Израиля и у Египта, во освобождение людей Твоих от горькие работы фараоновы, Агнца закладь и повелел Яси, прообразуя на кресте закладного волею нас, деля Агнца, землющие всего мира грехи, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ты и ныне, смиренно молимся, призри на хлеб сей и благослови, святи Его, ибо и мы, рабы Твои, в честь и славу и воспоминание славного воскресения Твоего, Сына Господа нашего Иисуса Христа, им же от вечной работы вражия и от адовых нерешимых уз разрешения, свободу и приведения улучихом пред Твоим Величеством. Ныне во светлой сей преславный и спасительный день Пасхи приносим, нас же сего приносящих, и того лобзающих, и от него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники быть и сотворить, и всякую болезнь, и недуг от нас Твоей силы от жени, здравие всем подавая. Ты, Боисий, источник благословения и церебан податель, и Тебе славу высылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне приясно и во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святого Отца. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Пасхальное послание митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всей Беларуси, архипастырем, священнослужителям, монашествующим всем верным чадам Белорусской Православной Церкви. Возлюбленные во Христе, архи, пастори, пастори, монашествующие, все чады верной Белорусской Православной Церкви. Христос воскресе! Христос воскресе! Благая весть о воскресшем Спасителе разливается по всей нашей земле. Не только люди, но и природа радуется Христову воскресению, ибо ныне вся исполнившаяся света, небо и же земля и преисподняя. Еще совсем недавно мы следовали за Господом по пути Его крестных страданий и вместе с апостолами и женами-мироносицами погребали Его причистое тело. А сегодня вместе со Святителем Григорием Богословом восклицаем ныне спасение миру, миру видимому и миру невидимому. Христос измертых! Восстаньте с Ним и вы! Христос во славе Своей! Восходите и вы! Христос из гроба! Освобождайте от уз греха! Отверзается врода ада! Истребляется смерть! Отлагается ветхий Адам! Совершается новый! Возглас Христос воскресе выражает суть христианской веры, смысл существования мира и основание непоколебимой надежды каждого человека. Господь воскрес не для себя, его победа над смертью не была лишь его личной победой. Все это совершилось ради нас и нашего ради спасения. Человеческий мир греха и тления, подчиненный закону смерти, он приносит новую закваску, которая преображает всю сотворенную природу и навсегда отнимает у греха и смерти их власть и могущество. «Смерть, где твои жало? Ад, где твоя победа?» Дерзновенно вопрошает апостол Павел. «Они еще остаются в нашем мире, но уже не господствуют над нами, ибо, по слову святителя Феофана Затворника, воскресение Христово ввело новый образ бытия на все простирающееся». Богослужение Святой Пасхи торжественно вторит словам апостола и святых отцов. «Смерти празднуем умершвление, адовое разрешение и новое житие вечного начала». В этих словах содержится не риторическое преувеличение, но поэтически выраженная глубочайшая догматическая истина, глубоко переживаемая в эти дни христианами. «Воскресение Христово – это начало новой жизни и новой реальности, в которой приобщается каждый верующий, живущий полноценной церковной жизнью». В нашем мире много нестроений и противоречий. Тревожные новости и слухи беспокоят наши сердца, зачастую лишая душевного мира и вселяя неуверенность и страх перед будущим. Люди порой задаются вопросом, «В чем же сила воскресения Христово? Как соединить пасхальную радость с теми событиями, которые происходят на нашей планете?» На это вопрошение отвечает нам Евангелие, которое мы читаем на пасхальной литургии. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Греховная тьма этого мира бессильна пред Христовым воскресением. Она уже никогда не сможет погасить этот свет, который просвечает всякого человека, грядущего в мир. Важно помнить и другие евангельские слова, обращенные к каждому из нас. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Именно от нас, христиан, от наших поступков, слов и даже мыслей во многих зависит, насколько будет просвещен окружающий нас мир светом Христовой веры, насколько будет изменяться к лучшему. Воскресение – это не только реальность будущего века. К его плодам мы приобщаемся уже сейчас, живя на земле. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». В этом призыве апостола Павла говорится не о физической смерти и воскресении, а о благодатном, духовно-нравственном преображении человека. Как поясняет святитель Иоанн Златоуст, в каком же смысле это воскресение? В таком, что грех умершвлен, а праведность воскресла, ветхая жизнь упразднилась, а началась новая, евангельская. Но это возрождение зависит не только от благой воли Божией, которая хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Наше усердное следование заповедям, наше усилие, преодоление своих недостатков, деятельная любовь к ближнему – вот условия, при которых мы можем войти в радость Господа своего и всем существам приобщиться к той реальности, о которой свидетельствуют под скамя о богослужении и святые угодники Божии. Если Бог за нас, то против нас. Именно в этом залог душевного мира и непоколебимой надеждой. Если мы живем с Богом и стремимся Его законы сделать законами нашей жизни, ничто не в силах отлучить нас от любви Божией и лишить радости Христового воскресения. Поздравляю вас, дорогие, со светлым Христовым воскресением. Желаю, чтобы свет Христовой любви всегда освещал ваши сердца, чтобы через нас он изливался на всех людей, ближних и дальних. Да сохранит Господь мир в нашей стране, да восстановит мир в Украине и на святой земле. С радостью и благодарением принесем Богу наши сердца и искреннюю веру, добрые дела, деятельную любовь к ближним. И пусть вся наша жизнь, преображенная и освященная Божьей благодатью, никогда не перестает свидетельствовать о великой победе Господа нашего Иисуса Христа. Вениамин, митрополит Минский, Заславский, патриарша, экзарфия Беларуси. Христос воскресе! Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, да, вопрос стоит о том, вот Господь воскрес, Он освободил нас от смерти, Он от уз греховных освободил нас. Что меняется в окружающем нас мире, дорогие братья и сестры, а что меняется внутри нас, родные мои? Господь четко предупредил нас, мир возле лежит. Да ничего там не изменится. Там свои правила, свои законы, которым нам не следует подражать, следовать этим законам. Господь своим воскресением, Он нас с вами преобразил. Я всегда обращаюсь к вам, верующим людям. Ведь еще раз повторюсь, ведь мы можем сравнить, какими мы были до уверования и какими мы стали после того. У нас открылось то, о чем мы постоянно говорим. У нас открылись духовные очи. У нас мы совсем по-другому стали смотреть на жизнь окружающего нас мира, на нашу жизнь с вами, родные мои. Да, сказано, что Господь грех победил. Он победил грех. Но грех-то в нас живет. Он дал нам возможность избавиться и очиститься от этого греха. Ибо нас ради человека, Он пришел в этот мир. Он пришел не праведников спасти, родные мои, должны это помнить хорошо, но грешников привести к покаянию. Как это сделает Он? Одним мановением в свои руки, одним благословением, и это быстро все завершится. Нет, родные мои, мы будем бороться с самими собой и с грехами до конца нашей жизни. А она может быть и короткая, а она может быть и длинная, а это может быть даже до восьми, а то до ста лет мы будем бороться сами с собой и с тем, чтобы грех ни в коем случае не завладел нас с вами и не сломил нашей с вами воли. Поэтому, родные мои, да, нам стало просто легче. Почему нам, верующим, стало легче? Потому что нам открылось, каким образом бороться с грехом. Почему нужно бороться с грехом? И что нас ожидает, родные мои, после очень важного момента в нашей с вами бытии на земле, нашей смерти? Что же там будет? Нам с вами, верующим, это открыто. Никакая, не погибает личность человека. Личность человека остается. И душа наша, она бессмертная. Так нам нужно озаботиться, так где же эта душа наша будет после того, как она отойдет от нашего тела. Поэтому в этом и благодарность наша, и воскресению Христову благодарность, потому что Он открыл нам наши глаза. Мы стали понимать, я еще раз обращаюсь к каждому из нас с вами, сравните, какими мы были доуверования, как мы думали, что для нас этот мир, имел ли этот мир до нашего уверования какой-то смысл? Да нет, нет, нет. Это было просто некое прозябание бытия в этом мире. Ну, нужно на работу идти в 8 утра там, потом после работы домой бежать, телевизор включил, да, так далее, и тому подобное. Такое однообразное. Дьявол подсовывает свои цели, чтобы обмануть человека. Это все в такую красивую обертку, конфеточка такая сладкая, и подсовывает человеку. А ты вот обогащайся, а ты вот добивайся того, чтобы ты начальником стал, а ты вот гуляй, пей, веселись, душа. Помните безумного человека, который в эту же ночь умер, была истяжена душа его, взята? Потому что бессмысленная жизнь была совершенно. И насколько поменялась эта жизнь. Я прошу прощения, когда я слышу, как начинают вспоминать мои старые, ну, друзья, я не сказал бы, сейчас уже знакомые, и вспоминают, ой, как вы, а помнишь, как тогда было, а помнишь, так тогда. Вы знаете, родные мои, я, наверное, плохой человек. Я не хочу вспоминать то, что было до того момента, когда переступил порог церкви. Там было что-то страшное, и почему... Я понимаю, что нужно анализировать, и почему Господь допустил жить тогда вне церкви без Бога, без Христа, без знания о Нем. Это было... Для меня это что-то черное, ужасное, и мне неприятно, конечно, когда вот люди приходят, а у них и так, как не было ничего, так ничего и не осталось. И вот они приходят, а помнишь, вот там было, а вот то-то, то-то было. Да не хочу я, не хочу вспоминать даже этого, то, что жизнь, можно сказать, началась только после того, как порог церковный был переступлен, совсем все по-другому, потому что Господь уже в сердце вошел. Да, конечно же, этот большой труд нам предстоит для того, чтобы вот этот подвиг Христа на Голговском кресте действительно приносил пользу и нам с вами каждому, и окружающим нас людям. Ибо сегодня вот мы слышали в послании нашего митрополита Вениамина, когда он сказал, он привел слова апостола, «Вы свет перед человеками». Пускай люди видят, как мы с вами живем, какими принципами мы как бы существуем в этом мире. И мы должны быть примером. Об этом Господь сказал при Своем Вознесении. Давайте вспомним, родные мои. Он сказал, «Идите, научите все языки, идите, свидетельствуйте о Мне, потому узнают, что вы Мои, если вы имеете любовь между собою, а заповедь новую даю вам, самое главное, да любите друг друга, а нам, родные мои, заповедал Христос через апостолов. Вообще удивительную заповедь, что мы должны любить и врагов наших, благословлять тех, кто проклинает нас, благо творит, благие дела делать тех, кто нас ненавидит. Представьте себе, возможно ли это человеком. Человеком ничего невозможно, а вот Богу – да. И когда мы понимаем, что да, это так, вот тогда мы и прибегаем ко Господу, к Его кресту, на котором этот подвиг Он совершил, и молим и просим Его, помоги нам, Господи. Ничего мы не можем. Мы себя не можем победить. Да никогда не победим. Еще раз повторюсь, только ни в коем случае не впадать в отчаяние, потому что Господь именно поэтому и нас и предупредил, что человеком ничего невозможно. А Ему все. Поэтому мы и обращаемся к Нему. Я думаю, каждый из нас, кто уже идет этим путем Спасителем за Христом и борется с самим собой, знает о том, что когда мы обращаемся к Нему, Он так разрешает проблемы, что просто ошеломляет, как это, то есть совершенно неожиданным образом все изменяется. И Он помогает. Он помогает действенно. Это ощущается даже физически, даже в нашем физическом мире мы ощущаем Его близость к нам. И то, что Он любит нас, и то, что Он помогает нам. Ну, Господи, помогай нам, и мы славим Святое Воскресение Твое. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! Причастников поздравляю с принятием Таня Христовых, выслушая благодарствия на молитвы. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Святая Москва! Христос Воскресе! Доносится с Небес! После Святая Москва! Христос Воскресе! Доносится с Небес! На светлое Христово Воскресение Если песни все запели нам, И прекрасное, как чудо настроение, Мы подарим всем, друзья, нам. Пасха святая, Пасха святая, Христос воскрес доносится с небес. Пасха святая, Пасха святая, Христос воскрес доносится с небес. Христос воскрес доносится с небес. Пасха святая, Пасха святая, Как на небо показал, Христос воскрес. На мисмусах вярый стал, Ты живым в труды повстал. Христос воскрес, Янца пруды воскрес. Христос воскрес, Янца пруды воскрес. Пасха святая, Пасха святая, Христос воскрес, Нам от смерти в миром он. Христос воскрес, Слово рождено в грешении, Славить служит гражданых. Христос воскрес, Янца пруды воскрес. 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 Я сегодня просто всех люблю, Словно мне попы, по мнению нет, Отвори для веры в сердце дверь. Пропусти надежду в жизнь свою, Не пройдемся просто в тихомет. Эту песню я тебе даю. Для любви границы в мире нет, Отвернишься руку мне свою, Посияет благодатный свет, Посияет благодатный свет. Боже, я тебя благодарю, Пусть сияет благодатный свет, Посияет благодатный свет, Боже, я тебя благодарю. Родуюсь нашественного днем, Ощущаю тихий теплый свет, Я сегодня просто всех люблю, Словно мне попы, по мнению нет, Отвори для веры в сердце дверь. Пропусти надежду в жизнь свою, На ней пройдемся просто в тихомет. Эту песню я тебе даю. Родуюсь нашественному днем, Ощущаю тихий теплый свет, Я сегодня просто всех люблю, Словно мне попы, по мне билет, Отвори для веры в сердце дверь. Пропусти надежду в жизнь свою, Не пройдемся просто в тихомет. Эту песню я тебе даю. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok